Всем привет! Мы расскажем только самые интересные и актуальные новости. Сегодня с вами я, Олег Скиданов. Начинаем наш выпуск. Казанский федеральный университет сохранил свои позиции в рейтинге тысячи лучших университетов из 77 стран мира за 2017-2018 годы, составляемый журналом Times Higher Education. Всего в него попали 18 российских вузов. Среди российских вузов КФУ занимает 5 место. Ну а с 6 по 8 сентября в Казани проходит ежегодный татарстанский нефтегазохимический форум. Это одно из самых крупных международных мероприятий в нефтегазовой отрасли России. О подробностях форума в сюжете Олега Кашина. 6 сентября в выставочном центре Казанской ярмарки открылся татарстанский нефтегазохимический форум. Это крупнейшее международное мероприятие, которое проходит при поддержке президента Республики Татарстан. На форуме проходят не только выставки, но и научные конференции, связанные с разведкой новых месторождений нефти и газа. Ежегодным посетителем форума является Казанский федеральный университет. Выставка для нас дает возможность больше выйти на предприятие, которое занимается добычей и переработкой углеводородного сырья. И, конечно, наши научные исследования, наши разработки в этом направлении здесь тоже востребованы. Нефтегазохимический форум – это эффективная площадка для расширения границ делового сотрудничества отраслевых предприятий. Кроме этого, на форуме продвигают современные технологии для предприятий Республики Татарстан. КФУ не только активно развивает технологии в области нефти и газа, но и ведет переговоры с партнерами, договариваясь о новых проектах. В рамках нефтегазохимического форума проходит ряд выставок, форумов и конференций. Например, Геоказань, седьмая выставка Геоказань и четвертая конференция. И в организации этой конференции участвует Институт физики, кафедра астрономии, космической геодезии, Институт геологии сопровождает вот это мероприятие. И, конечно, ежегодно мы общаемся с нашими партнерами на площадке форума, ведем переговоры, договариваемся о выполнении ряда новых проектов. В этом году на форуме зарегистрировалось более 200 предприятий из России и зарубежья. Нефтегазохимический форум закончится 8 сентября. Олег Кашин, Ленар Довлетьяров, Универньюз. Расширить знания о верхней части атмосферы Земли станет проще. Каким образом искусственные спутники превратятся в самые яркие звезды ночного неба, удалось выяснить Аделише Миловой. Наверняка в подсознании каждого человека еще с детства осталось представление о космонавтике как о некой волшебной стране, в которую дано попасть лишь избранным. Но если вдуматься и зайти в астрономические лаборатории, то можно с легкостью убедиться, что в космосе и отраслях с ним связанных всегда найдется место каждому. Даже представительницы прекрасного пола не составит исключения. Причем каждая может выбрать себе занятие по душе, как и сделала группа молодых исследовательниц Казанского университета. Четвертый год девушки-астрофизики разрабатывают все необходимые параметры в тлеющих разрядах. После проведенных работ их можно будет применить в плазменном двигателе на спутниках. Если параметры окажутся действительно верными, то искусственные спутники Земли с математической точностью совершат переход с одной орбиты на другую. Вот он так его считает. Теперь мы пробуем усовершенствовать наш метод и предполагаем, что будет считать быстрее. Для совершенной работы искусственных спутников от них лишь параметров, конечно же, недостаточно. Каким бы многообещающим ни был объект, он не может отправиться в космос, прежде чем не будет подвергнут воздействию высоких и низких температур. Разработка новых функциональных испытаний в вакуумных камерах – вторая, не менее важная задача девушек. Хотелось бы поучаствовать в различных конференциях с этой темой, потому что это действительно впервые, и до этого как бы этого никто не следовал. Чтобы искусственные космические спутники действительно превратились в самые яркие звезды на ночном небе, не хватает еще одного штриха. Тут снова необходим еще один дополнительный расчет параметров, результаты которого позволят в несколько раз повысить качество и надежность всех деталей нужного объекта. Получается, я решала систему уравнений, которая применялась именно для этой установки, и находила необходимые параметры, которые мы могли бы рассчитывать заранее перед экспериментами. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Татарский язык стал еще доступнее. Казанский федеральный университет вновь открыл регистрацию на курсы татарского языка. О том, как легко постичь этот тюркский язык, узнал Денис Панкратов. Татарский язык Однако для этого придется постараться. В конце участников будет ждать письменный и устный экзамен. Казанский федеральный университет проводит курсы с 2008 года, а с 2014 курсы проводятся по государственной программе по развитию и сохранению родных языков народов Татарстана. В 2014 году была принята государственная программа по развитию и сохранению родных языков народов Татарстана. И в программе есть специальный пункт отдельный. Это курс татарского языка для населения. Вот по программе, по этой программе мы каждый год проводим курсы, бесплатные курсы татарского языка для населения города. В прошлом году татарскому языку обучались 400 человек, среди которых и студенты-иностранцы. Обучение проводится докторами и кандидатами наук, а также специалистами по татарскому языку школы татаристики. В этом году планируется набрать 10 групп, которые будут организованы после прохождения общего тестирования. Электронная регистрация доступна до 14 сентября для всех желающих на сайте Казанского федерального университета. Оповещение о начале занятий придет слушателям по электронной почте. Денис Панкратов, Владислав Мехневский, Универньюз. В одном из парков города пропали пернатые любимцы горожан. В чем кроется причина исчезновения, узнаешь прямо сейчас. Завсегдатые парка имени Уридского бьют тревогу. По непонятным для граждан причинам данный парк покинули его пернатые жители. Первое подозрение казанцев моментально пало на грызунов. Ведь между утками и крысами существует пищевая конкуренция. Если где-то селятся утки и люди их начинают подкармливать, следом приходят крысы. Крысы любят селиться у воды и совсем не прочь полакомиться утиными яйцами. Так что утиные гнезда они вполне могли разорить. Но не стоит спешить с выводами. Возвращение кряков можно ожидать уже этой осенью. Заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Казанского университета и председатель Казанского отделения Союза охраны птиц России абсолютно убежден, что настоящая причина кроется в другом. Этим летом парк Уридского переживает реконструкцию. А любые изменения территории ведут к переменам в условиях обитания животного мира. Условия изменились. Фауна среагировала уже этой осенью, когда начнутся после гнездовые миграции. Мы опять их там увидим. Крысы в данном случае вообще никакой роли не играют, потому как это совершенно разные экологические группы. Одни грузы обитают на одних территориях, другие, соответственно, водные птицы, и поэтому точки соприкосновения просто нет. Так что распространенное среди горожан мнение, что к исчезновению кряков могут быть причастны крысы, можно смело опровергнуть. Между пернатыми грузинами при соответствующих условиях конкуренция может возникать только за кусок хлеба. А в этом парке кормовая база достаточная. Постоянно подкармливают люди, бросая хлеб в воду. Я думаю так. Гнездящиеся птицы сейчас просто распуганы этими, скажем так, работами строительными по реставрации, по оккультуриванию данной территории. Но я думаю, осенью утки в любом случае появятся, я об этом тоже уже говорил, утки обязательно появятся на этих водоемах. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универ Ньюз. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok